Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих садоводов и огородников. Начался февраль, новый месяц. В феврале уже многие из нас будут сеять перец на рассаду. В конце месяца уже некоторые будут сеять томаты. Поэтому всех интересует благоприятные и запрещенные дни. Я много раз говорила, что я полностью лунный посевной календарь не соблюдаю. Сею тогда, когда мне нужно. Но единственное, что, конечно, в запрещенные дни, в полнолуние и новолуние я не сею. Поэтому мне интересно, какой запрещенный день у нас в этом месяце. Я вот сейчас открыла лунный календарь. Я повторюсь, уже говорила, что каждому из вас лучше использовать региональный лунный календарь. Потому что он у нас в зависимости от региона меняется. Но неизменно остаются у нас запрещенные дни. Это полнолуние и новолуние. В эти дни сеять никому не рекомендуется. За день до, за день после. И вот для того, чтобы посмотреть, какой этот день, достаточно открыть любой сайт, где есть лунный календарь. Я вот открыла сайт дачный участок. Все данные насчет полнолуния везде одинаковые. Если остальные разнятся, то здесь... Вот мы видим, что в феврале у нас один всего лишь день. Один раз... У нас что там, полнолуние, по-моему. Сейчас посмотрю. А, новолуние будет. 16-го. Значит, я знаю, что мне нельзя сеять будет 16-го за день до и за день после. Остальные дни можно использовать. Вот видите, розовым цветом это растущая луна, голубым убывающая луна. Начало месяца, так как у нас только что мы полнолуние пережили, по-моему, 31-го оно было. И первые дни месяца, вот сегодня, и завтра я сеять не буду, но 6-го числа я уже буду сеять перцы с длительным вегетационным периодом. Сейчас посмотрим благоприятные дни. Попадает ли мой вот этот вот намеченный день в благоприятные. Но я чисто просто свериться, все равно от лунного календаря ничего не будет зависеть, я все равно буду сеять 6-го. Вот смотрим, перец сладкий. Благоприятные дни можно сеять 6-го, 7-го и потом после новолуния, вторая половина месяца будет очень благоприятная для перца. 20-21, 22-25, 26, весь конец февраля можно вполне сеять перец, баклажаны. Видите, что в благоприятных днях вся вторая половина февраля. Огурцы, баклажаны, сладкий перец, капуста, томаты с 20-го по 26-го можно сеять абсолютно все. Сейчас я пролистую еще, тут для цветов. И вот нам самое главное, смотрим неблагоприятные дни. Как я говорила, вот 16-е у нас отмечено как неблагоприятный за день до и за день после. Значит, вот из этого видеоролика все, что самое главное, нужно нам узнать. Мы не сеем 3 дня, 15, 16, 17. Это касается всех, и кто соблюдает календарь, и кто не соблюдает. Все-таки рекомендуется в дни полнолуния и новолуния не сеять. Остальное время можете спокойно заниматься своими делами. Вот я уже наметила, 6-го числа я буду сеять перцы, которые с длительным вегетационным периодом. А во второй половине уже все остальное. 20-го буду уже сеять позднеспелые томаты. Начинать 20-го, 21-го, 22-го. Перцы с коротким, с ранним сроком созревания, конец февраля для них нормально уже подходит. Все, значит, в феврале мы уже полностью начинаем посевы. Даже те могут сеять, у кого нет теплицы. Пожалуйста, в конце месяца перцы и позднеспелые томаты. До свидания. Вот это немного коротко-коротко о запрещенных и благоприятных днях февраля. 15-е, 16-е и 17-е полностью отдыхаем. А в начале месяца, 6-го, 7-го и в конце месяца, те, кто соблюдает лунный календарь, вот, пожалуйста, эти дни благоприятные. Все, до свидания. С вами была Ольга Чевна.